18 лет – первый рабочий день в шахте и травма позвоночника. Таков короткий пересказ истории инвалидности Алексея Нестеренко. Но сидеть сложа руки парень не стал. Увлекся пауэрлифтингом. И вообще старается жить полноценно. Тут и помогает автомобиль. Машина – это очередная ступень моей реабилитации, адаптации в мире. Также она помогает мне вести активный образ жизни. То есть путешествовать, ездить к друзьям, к знакомым. Адаптированный для инвалидов автомобиль Алексей получает уже в третий раз. Признается, пересаживаться в «Ладу Гранту» с усовершенствованной коробкой передач пока непривычно. Раньше инвалидам на производстве выдавали «АКУ». Потом до 2015 – пятую и седьмую модели «Жигулей». Сегодня мы вручаем 33 автомобиля. Все они с роботизированной коробкой передач. Три человека получают автомобили впервые. Это для них новое средство реабилитации. А остальные уже второй, третий и даже четвертый автомобиль, который будет им служить, я очень надеюсь, надежным помощником в жизни. С 2000 года Фонд социального страхования вручил инвалидам более тысячи специально оборудованных автомобилей. Тем, кто лишился возможности работать из-за производственной травмы, каждый месяц выплачивает пособия в размере заработной платы. Инвалидов обеспечивают бесплатными колясками и протезами, путевками в санаторий с сопровождающим. «Перед этими людьми надо преклоняться. Это люди очень большой силы, воли, упорства, мужества. И наша основная цель – оказывать им помощь, чтобы они могли нормальный, активный вести образ жизни». Для поддержки людей с ограничениями здоровья по области запускают социальное такси. Служба работает уже в 18 городах и районах. На помощь инвалидам из областного бюджета в этом году выделено больше 250 миллионов рублей. Евгения Нагорская, Юрий Санкин, Дон-24, Оксайский район.